Привет! Меня зовут Грахова Елизавета Павловна, и я молодая девушка 25 лет, аспирант третьего года обучения Уфимского государственного авиационного технического университета, город Уфа, республика Машкортостан, Российская Федерация. Однако, в данный момент я нахожусь на исследовательской стажировке в Институте фотонной инженерии Датского технического университета. Работаю я в группе сетей городского доступа и малого покрытия под руководством профессора Эдельфон Цуманрой. Оказалось, я здесь не случайно, естественно. Все дело в том, что работаю я с телекоммунитациями, которые я активно изучала в УГАТУ, где в 2012 году получила почетное звание инженер и продолжила далее карабкаться по олимпу научной карьере в аспирантуре. Итак, к слову о том, какая программа спонсирует мое пребывание здесь и каким был процесс подачи заявок. Моя научная жизнь стала с ног на голову, когда в 2015 году я стала стимпедиатом Датской государственной стипендии в рамках сотрудничества в областях культуры и образования между Российской Федерацией и Данией на 2015-2016 академические учебные годы. Объявление об открытом конкурсе нашло меня в интернете. Ну, а когда во второй раз я столкнулась с ним на сайте своего вуза, сомнений у меня не оставалось. Ну, а дальше дело за малым, состряпать достойное резюме, сделать детальное описание проектам, которыми собираешься здесь заниматься, заручиться поддержкой зарубежного датского коллектива и профессора, которые помогут себе с твоим исследованием, ну и заиметь справочку о знании языка, без которого в наше время к слову никуда. Вопрос с подвохом. Почему Дания? Почему ДТУ? Я люблю всем в шутку говорить, что это судьба, провидение, но это только часть правды. Все дело в том, что моя рабочая группа в УГАТУ уже давно знакома с профессором Адельфонзо и его группой, и активно с ним сотрудничали. Уже несколько раз до меня ребята из моей группы приезжали сюда в гости, в ДТУ. Первый раз для того, чтобы заложить основы дружбы и сотрудничества, а второй раз ребята приезжали сюда ставить свой эксперимент, который, к слову, показал великолепный результат. Ну и естественно, после всего этого у меня не оставалось ни малейшего сомнения, куда я хочу поехать и с кем я хочу по сотрудничеству. Потому что профессор Адельфонзо и его группа находятся на острие передовых исследований, являются безусловными профессионалами своего дела, к уровню которых хочется стремиться. Итак, над каким проектом я работаю здесь? ДТУ. Я девчонка из беспроводной связи, поэтому на данный момент я занимаюсь возможностью реализации сверхширокополосной связи, основанной на передаче радиоимпульсов в условиях ограничения Российской Федерации. Задача в нашей стране это не измыленная ввиду определенных трудностей, которые окутаны сверхширокополосной связи. Однако, благодаря внушительным лабораторным возможностям, которыми располагает группа Адельфонзо в виде высокочастотных генераторов, осциллографов реального времени, а также, безусловно, дельных советов, у меня все получается и получится. Итак, следующий вопрос о трудностях адаптации к Дании. Адаптация? Серьезно? Что это? Я забыла про слово «адаптация» на второй день пребывания здесь. Вообще, тут складывается впечатление, что приехал в гости к дальним родственникам, но при этом не чувствуешь себя нахлебником. Люди на улицах рады видеть тебя каждый день. И складывается ощущение, что лишь стоит тебе попросить на английском языке, на котором, к слову, здесь разговаривают все, сразу же выстроится огромная очередь помогальщиков. Ну, а вообще, как известно, к хорошему быстро привыкаешь. Ну, есть, конечно, парочка вещей, которым вам придется адаптироваться. Во-первых, это к шуткам про водку. Ну, а во-вторых, к некоторым особенностям датского языка. Тут меня спрашивают, как эта стажировка повлияет на мое профессиональное и личное развитие. Ребят, это колоссальный опыт. На время ты превращаешься в человека-губку. И готовишься впитывать, впитывать, и еще раз впитывать, пока пена из ушей не поварит. С точки зрения профессионального опыта, я уже упоминала, ребята здесь профессионалы совершенно разного профиля. Каждый из них научил меня чему-либо. Лабораторные возможности. Только потрогав руками телекоммуникации, ты до конца понимаешь, что к чему. Серьезно. Домой я поеду с совершенно другим связистом. Итак, какого выхлопа я ожидаю от опыта, приобретенного здесь, в ДТУ и в Дании? Ну, я думаю, я буду успешна. Ну, и, конечно же, не остановлюсь на достигнутом. Будет развиваться дальше, в профессиональном плане. Ну, а также заражу исследовательской рехорадкой своих коллег в России, своих студентов. Пусть они тоже будут успешны. Ну, а дальше по цепочке, к звездам. О профессиональной связи, дружеские контакты, которые я получила здесь, я надеюсь сохранить на долгое время для новых совместных проектов, для новых подвигов. Итак, о коллективе и о рабочей обстановке в офисе. Коллектив группы — это нечто. Люди действительно с совершенно разных концов света. И все такие разные, но при этом такие одинаковые. Да, безусловно, тебе придется долго объяснять мексиканцу, зачем не нужно смотреть дареному коню в зубы. Но важнее то, что тебя всегда поймут. Привет, дружище! Привет, товарищи! Так, а какой сегодня день? Павлика. А это значит? Бетеринка. Ну да, ты прав. Но сначала поработаем, ты же знаешь, что делаю время. А про тех и час. И совершенно неважно, куда тебя тащат, в лабораторию, на эксперимент, в театр или в парк, ты всегда будешь чувствовать себя в своей тарелке. И у меня здесь появились действительно дорогие мне друзья, которых я люблю и буду ждать к тебе в гости. Немножко о Копенгагене, о погоде, о качестве жизни и прочих нюансах. Ну, Даня особенно прекрасна в такое время, когда шестой день подряд идет дождь. Шучу. Ну, не нам с вами на погоду жаловаться, как говорится. Однако, если собираетесь посетить все-таки Данию в зимнее время, шапку советую собой захватить. А еще в Дании вам придется сродниться с велосипедом. И смириться с тем, что не покинете вы его ни в какую погоду. А вот за безопасность велосипедиста на дороге можете не переживать. Ну, и как за любую другую безопасность и сохранность. Дания в целом крайне уютная страна. Уютный общественный транспорт, уютные магазинчики. Копенгаген сам очень уютный городок. Ну, цены заставят вас поначалу посидеть на полголовы. Но после того, как вы получите первую зарплату, вы расслабитесь, успокоитесь и сможете позволить себе краску для волос. Довольна ли я своим решением приехать сюда? Да, однозначно. Хочу ли я посоветовать другим исследователям из России приехать в ДТУ? Да, безусловно. Что по-вашему ДТУ? Датский технический университет? Неа. Это действуй, твори и учись. Ну, или действительно толковый университет. Так что, друзья, не бойтесь трудностей. Решайтесь и приезжайте сюда за опытом, который изменит вашу жизнь. А с вами была я. С любовью. Елизавета. Редактор субтитров А.Семкин